Меланома слизистых Меланома слизистых Меланома слизистых Меланома слизистых Меланома слизистых встречается намного чаще Фактически в обратной пропорции К меланоме кожи у нас И что важно Многие исследования будут сделаны На азиатской популяции Что уже само по себе возможно несет Какое-то с одной стороны смещение А с другой стороны у нас в стране много таких людей Поэтому для нас это все Представляется весьма актуально Что касается мутационного ландшафта То даже меланомы слизистых – это немножко разные заболевания. У нас есть меланомы слизистых головы шеи, есть вульвовагинальная, аноректальная меланома, меланома конъюнктива, и у них разная частота мутации. Если мы посмотрим здесь на частоту мутации, например, мутации в гене Браф, которые имеют терапевтическое значение, они очень часто встречаются с меланомой конъюнктивой. Это не та частота, которая встречается в меланоме кожи, но тем не менее это целых 30%. Здесь имеет смысл исследовать эти мутации. То же самое касается мутации активирующего пути. Мутации в генах КИД, другое совершенно распространение этих мутаций, но тоже есть различия по локализациям. Что касается наших представлений от стадии. Очень разнородная ситуация со стадированием. Если на меланоме верхних дыхательных путей и пищеварительных путей у нас есть классификация ТНМ, мы знаем, что у нас бывает Т3, Т4, и стадии, начиная с третьей идут все, то что делать при аноректальной меланоме, при вульвовагинальной меланоме? У нас нет вообще классификации ТНМ, она не разработана прогностически. И ошибочно применять классификацию ТНМ для того органа, где мы нашли меланому слизистых, если это не меланомы верхних дыхательных и пищеварительных путей. Какие вопросы возникают? Безусловно, у нас два вопроса о дювантной терапии и лечебной терапии. Благо, мы стараемся перенести многие данные из меланомы кожи в лечении меланомых слизистых. Начнем с дювантной терапии. Что оказывается? Оказывается, что в дювантной терапии ситуация немного отличается от меланомы кожи. Если при меланоме кожи мы говорили, что химиотерапия вредит пациентам меланомы, она снижает общую выживаемость, то здесь представлены результаты исследований, которые в 2013 году были представлены на АСКО. Это был тот же док, когда представляли эпилемумап и та же самая секция, даже эпилемумап, комбинированную терапию брафимикингибиторами. Эта исследование как-то осталось за рамками, но посмотрите, насколько выше выживаемость у пациентов меланомы слизистых, которые получили адювантную химиотерапию со сплотином и томозоламидом. Это 20 против 40 месяцев медианы общей выживаемости. Да, потом было проведено исследование третьей фазы уже этой же группы авторов. Здесь результаты были не такие впечатляющие. По общей выживаемости они не достигли статистической значимости. По времени до прогрессирования это серьезные результаты с относительным риском прогрессирования 0,62. И это время до прогрессирования, это время до отдаленных метастазов. Мы видим это статистически значимые результаты в пользу группы химиотерапии. А что дает адювантная терапия антипедиодин препаратами? Ну, собственно говоря, по времени до прогрессирования она дает ровно те же результаты относительно риска 0,66. Но относительно общей выживаемости она также не дает никаких преимуществ. В принципе, мы не видим таких больших различий. Более того, в исследовании треплемаба с окситинибом в адювантной терапии, казалось бы, два современных препарата. Антипедиодин терапия, антиангиогенная терапия. По сравнению с химиотерапией оказалось, что адювантная терапия этамозоламидом и цесплатином по общей выживаемости лучше на современном этапе, чем адювантная терапия антипедиодин терапии и окситинибом. Посмотрите, какие различия выживаемости 39 против 93 месяца медиана общей выживаемости. Это серьезная заявка на изменение ситуации. Перспективное направление. Мы сегодня говорили много для адювантной терапии. Работает ли подход? Мы уже сказали, что в адювантной терапии подход не сработал. Посмотрите, да, есть публикация относительно эффективности медианы бессубъективной выживаемости в 11 месяцев и общей выживаемости достаточно значимой для этой комбинации. Но для химиотерапии эти цифры в адювантной терапии гораздо выше 28,2 месяца медиана. В два раза лучше результаты. Высокая общая выживаемость. Что касается самостоятельного лечения, то если мы берем те препараты, которые мы используем в меланоме кожи, то в меланоме слизистых эффективных их падает резко. Как минимум в два раза или больше. Вот пример для эпилюмаба, неволюмаба. Уменьшение в два раза. Для териплюмаба частота объективного ответа при меланоме слизистых равна нулю. То есть это очень резистентная ситуация. Нилгулумаб, перилатлимаб. Та же самая история. При меланомах слизистых гораздо хуже результаты выживаемости. И по времени до прогрессирования та же самая история. Кит-мутации. Мы знаем, что меланомы слизистых это одна из источников кит-мутации. Мы в рекомендациях дали рекомендацию применять препараты при кит-мутации. Какова частота их эффективности? Имотениб дает 19-20% объективных ответов. И это зависит, надо сказать, от профиля мутационной активности. Не все мутации одинаково чувствительны. Сунициниб всего лишь 8% объективных ответов дает. Исследования в этом направлении продолжаются. На этом АСКО были представлены результаты таргетной терапии нилатинибом. Относительно неплохий результат. Но опять, клонический эффект 25% медиана общей выживаемости 7 месяцев. Не такие значимые результаты, как мы хотим на сегодняшнем уровне. И наоборот, антиангиогенные подходы, опять-таки, в сочетании с химиотерапией, оказываются довольно-таки эффективными. Препараты, которые мы все знаем, как литоксил, карбоплатин, бивоцузумаб, они в каждом центре, мне кажется, очень широко используются на сегодняшний день. Есть увеличение времени допрогрессирования, есть увеличение времени общей выживаемости именно при медистатической меланоме слизистов. Надо сказать, что бивоцузумаб изучался ранее при меланоме кожи. Он показал тоже увеличение времени допрогрессирования, но не показал влияние на общую выживаемость. Но эти исследования проходили тогда, когда не было иммунотерапии у нас в руках. Это были исследования до 2010 года, поэтому он не оказался зарегистрированным в меланоме. Тем не менее, влияние тоже некоторой на меланому кожу было. Что особенно важно, что наибольшую роль показывает эта комбинация у тех пациентов, у которых неблагоприятный прогноз при ЛДГ больше верхней границы нормы. Здесь размер эффекта гораздо выше, особенно по времени допрогрессирования. Атезолизумаб, биоатезумаб – другая комбинация иммунотерапии. Антиангиогенная терапия и антипидиэлядинотерапия. Высокая частота объективных ответов выше, чем при таргетной терапии, которую мы видели. Время до прогрессирования 8,2 месяца. Довольно-таки длительный ответ. Медианной длительности 12,5 месяцев. Крамелизумаб, апотенип. Опять испократируется та же самая история. Антипидиодин препарат и антиангиогенная терапия. Мы видим очень сходные результаты. В районе 42% объективного ответа. В районе 12 месяцев медиана времени допрогрессирования. Еще один вариант комбинации. Новые препараты, отсутствующие у нас, сейчас триплимап с кастенипом. Очень похожие результаты. Частота объективных ответов опять 48%. Медиана длительности ответа 13 месяцев. Таким образом, вероятно, вот этот подход, мы не имеем, конечно, сейчас рандомизированных исследований, но этот подход, вероятно, будет работать. И нам стоит держать его в голове, когда мы будем назначать лечение нашим пациентам. Потому что отдельные компоненты этого подхода есть у нас и зарегистрированы. И какие результаты дает в медиане времени допрогрессирования общей выживаемости комбинации? Медиана общей выживаемости до 27, медиана времени допрогрессирования 7,5. Мы уже говорили в других исследованиях, до года она доходит. Это примерно одинаковые результаты, на которые мы можем рассчитывать у пациентов с метастатической меланомой слизистых. Итак, если подвести итог, на что мы можем рассчитывать? Комбинированная монотерапия, самое эффективное, что у нас есть, дает до 37% объективного ответа с медианой времени допрогрессирования в районе 6 месяцев. Монотерапия антипедиадин препаратами дает примерно такую же эффективность, с примерно такими же показателями, но с несколько худшими показателями медианы общей выживаемости. Таргетная терапия для кит-мутации – это очень похожая частота объективных ответов. Браф для браф мутированных гораздо меньше эффективность, чем при меланоме кожи, поэтому на сегодняшний день таргетная терапия отходит пока что на второй план. Антиангиогенная терапия в различных комбинациях в сочетании с иммунотерапией дает такую же частоту объективного ответа, как комбинированная иммунотерапия при сопоставимой токсичности. Несколько лучшие показатели медианы времени допрогрессирования, и не во всех исследованиях здесь еще достигнуты медианы общей выживаемости. Возможно, это на сегодняшний день наиболее перспективный подход для лечения меланом слизистых. Но надо сказать, что несмотря на то, что у нас нет таких явных данных за общую выживаемость, все-таки за последнее время в реальной клинической практике, особенно при местно распространенной метастатической меланоме, произошло увеличение общей выживаемости. Это данные из регистров, которые были опубликованы в прошлом году. И здесь мы видим, что действительно пациенты, которые после 2014 года получали лечение по меланоме слизистой, живут дольше. Особенно это пациенты с местно распространенными и метастатическими формами. В заключение хотелось бы сказать, что при лечении метастатических меланом слизистых мы используем все те же препараты, все те же подходы, которые у нас есть, и которые мы уже изучали при меланоме кожи, но эффективность их совсем другая, потому что биология процесса другая. Есть очевидные этнические различия, которые должны учитываться при назначении терапии. И, возможно, нам надо проявлять собственную активность для того, чтобы понять, как эти отличия действительно влияют на эффективность и назначение лечения. На сегодняшний день нет четких рекомендаций по адювантной терапии, но надо сказать, что адювантная химиотерапия может быть эффективной, и это, конечно, требует подтверждения в рандомизированных исследованиях с учетом факторов риска. И, конечно, нам нужны новые технологии, чтобы понять, кого лечить, как лечить, использовать биомаркеры, возможно, использовать современные информационные технологии для определения дальнейшей лечебной тактики. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Коллеги? Да. Спасибо большое, Алексей Викторович. Но, опять же, вопрос сугубо практического применения. С учетом того, что у нас в принципе клинических рекомендаций, пусть для меланомы кожи, но прописана возможность использования антипидипрепаратов в сочетании с теразинкиназным ингибитором, да, оксетинепимбролизумаб, то, проведя врачебную комиссию, мы, в общем, технически имеем возможность назначить это и для пациентов с меланомой слизистой. Так вот, все-таки, с учетом того, что были получены такие высокие результаты у наших китайских коллег, вы бы в качестве первой линии терапии, естественно, для больных с отсутствием мутации ЦКИД, предложили в качестве первой линии двойную иммунотерапию или комбинацию антипидиадинагента с теразинкиназным ингибитором? Ну, скажем так, мы в нашей практике чаще предлагаем комбинированную иммунотерапию вне зависимости от наличия или отсутствия мутации ЦКИД. Даже у мутированных пациентов таргетная терапия уходит на второй план. Это несколько проще получить по данной локализации, то есть с диагнозом меланома, несколько проще получить пациентам комбинированную иммунотерапию, меньше сложностей, меньше вот этих вот исключений, чем комбинированную антиангиогенную терапию в сочетании с моноиммунотерапией. Но, тем не менее, мы, конечно, сейчас в большей степени будем рассматривать таких пациентов. Но надо сказать, что на самом деле меланомы слизистых у нас в реальной клинической практике не так много. У нас все-таки европейская популяция, и действительно вот это вот 1-2% мы их видим. Но это довольно-таки нечастые пациенты у нас на консилиумах. Я правильно понимаю, что не только технический момент сложности назначения комбинации теразинкиназного ингибитора с иммунопрепаратом заставляет вас в первой линии рассматривать двойную иммунотерапию? Все-таки это именно с позиции вашей, что это более эффективно, более оправданно? Ну, в целом, да. Двойная иммунотерапия дает хорошие результаты. И та, скажем, озабоченность, которая у нас есть, мы знаем, что мы можем завершить двойную иммунотерапию. Все-таки антиангиогенная терапия – это терапия, которая назначается постоянно. И вопрос о ее завершении сильно не решен по сравнению с той же иммунотерапией. Тем более, что у нас есть в руках технологии, где мы можем реально посчитать, стоит ли уже завершать иммунотерапию или нет. И все-таки, если больные спрогрессировали на двойной иммунотерапии, как вариант второй линии использования уже денива и использования пембра акси тоже как вариант, вы можете... Ну, после невы и пи мы можем совершенно спокойно по рекомендациям пембра ленва использовать. Тоже антиангиогенный подход, да. Да. Вот мы больше идем по такому. Или мы еще тоже рассматриваем, особенно для меланом слизистых, вопросы реиндукции чувствительности к иммунотерапии на фоне химиотерапии. На прошлой Маске были сообщения о том, что достаточно эффективно два цикла химиотерапии восстанавливают чувствительность к иммунотерапии, особенно у пациентов, получивших ответ на иммунотерапию. Мы, в принципе, тоже такое иногда замечаем, поэтому мы чуть больше стали обращать на внимание и на химиотерапию именно в плане восстановления чувствительности к иммунотерапии для достижения вот этого сэндвича. А если делать все-таки вот этот химиотерапевтический мостик, то какой из препаратов? Докорбозин, тимозоламид, препараты, платин, атаксан? Ну, мы больше ориентируемся, скажем так, больших предпочтений нет, за исключением случаев, когда у нас есть мутации в арксигнальном каскаде, какие-то. Тогда, скорее всего, поклитоксил, кровоплотин, потому что есть данные о том, что у пациентов с мутацией в генах РАС или РАФ выше эффективности препаратов, влияющих на микротрубочки. Спасибо. Лариса Владимировна, а вы в своей практике вот с чем сталкиваетесь? Что как-то назначаете? Забрали микрофон? Верните. Просто, да, интересно же, мало ли. Спасибо. Нет, мой вопрос-то связан с тем, что я имею возможность получить экспертные ответы. Я не могу сказать, что в моей практике такое большое количество... Не приходили, да. Да, с такими проблемами, с такой патологией, и поэтому у нас нет какого-то собственного накопленного опыта и собственных предпочтений. Поэтому мне и вот важно услышать то, как люди, те, которые имеют существенно больше опыта, смотрят на эти вопросы. То есть для того... Ну, на самом деле, действительно, довольно редкая, да, нозология, и когда она приходит, мы действительно звоним посоветоваться друг другу, да, чтобы максимально помочь. Коллеги, есть ли в зале еще вопросы? Если нет, еще раз спасибо, Алексей Викторович. Спасибо. 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 Спасибо.